МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закладка садов интенсивного типа, модернизация комплекса Донбай и строительство агропромышленного парка. Рашидим Лезово обсудил с главой Минкавказа Сергеем Чеботаревым реализацию в регионе инвестиционных проектов. Здесь люди должны объединяться, любить друг друга, уважать друг друга. Этого дня в Терезе ждали более 30 лет. Новый Дон культуры, в открытии которого принял участие Рашид Тимрезов, по мнению местных жителей, даст новый толчок к развитию села. Все это родиной зовется великой родиной моей. Парад дружбы народа, вручение госнаград и первых паспортов, народные гуляния, праздничные концерты. Как Карачао-Черкесия встретила День России. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов встретился накануне с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Они обсудили реализацию на территории регион инвестиционных проектов. Глава Карачао-Черкесии сообщил министру о работе по закладке фруктового сада интенсивного типа, модернизации туристско-рекреационного комплекса «Домбай» и строительство агропромышленного парка. Еще одна рабочая встреча состоялась у Рашида Тимрезова в Москве с руководителем Федерального агентства по делам национальности Игорем Баривановым. С ним глава Карачао-Черкесии обсудил в том числе участие республики в различных федеральных программах, направленных на укрепление мира межнационального и межконфессионального согласия, сохранение национальных культур и воспитание патриотизма. А сегодня Рашид Тимрезов провел совещание с председателем правительства Карачао-Черкесии Асланом Озовым, его заместителем и руководителем администрации главы правительства Муратом Озовым. Глава республики поднял тему противоповадковой ситуации и реагирования всех служб республики на ЧП, связанные с подъемом уровня рек и обильными осадками. Рашид Тимрезов поручил вице-премьеру Хазыру Чекуеву обеспечить полное взаимодействие всех сил и средств, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на каждую такую ситуацию. Министр внутренних дел по Карачао-Черкесии Игорь Трифонову присвоено очередное звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. С новым званием руководителя МВД по Карачао-Черкесии поздравил глава республики Рашид Тимрезов, подчеркнувший, что это заслуженная оценка профессионализма министра внутренних дел в его работе по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. А накануне глава республики побывал с рабочей поездкой в Малокарачаевском районе, где принял участие в торжественном открытии нового Дома культуры в селе Терезе. Но перед этим Рашид Тимрезов посетил в Учки-Кене республиканское медресе-интернат. Республиканский медресе-интернат – уникальное и даже единственное в своем роде на Северном Кавказе учебное заведение, где дети находятся на полном круглосуточном пансионе. Даже летом учеба в медресе не прекращается, ведь на его базе открыт северокавказский летний лагерь, в котором суры священного Корана изучают 128 мальчишек со всего СКФО. Мудалив Хубиев учится в медресе лишь первый год, но уже ощутил пользу от пребывания здесь. Я учусь в медресе первый год, и за этот год я нашел ответы на вопросы, которые давно искал, воспитал в себе взрослого человека. Осмотрев помещение медресе, Рашид Тимрезов пообщался с его воспитанниками и учителями. Глава республики поблагодарил весь коллектив за вклад в духовное развитие подрастающего поколения, поздравил всех со священным месяцем Рамадан и пожелал успеха в распространении нравственных ценностей традиционного ислама. В ответ руководитель медресе Мухаммад Хаджиркенов выразил благодарность главе региона за постоянное внимание к учебному заведению, где сейчас на постоянной основе обучаются 62 воспитанника, 11 из которых уже стали хафизами. Это медресе от Ростова до Ингушетии, он единственное. Такого рода медресе, он единственное. Почему? Потому что у нас дети до обеда посещают общеобразовательную школу, а после обеда на круглосуточной основе остаются у нас, прибывают в специально обустроенное общежитие при медресе. Мы даем трехразовое питание, плюс, значит, помогаем с домашним школьным заданием. У нас специальные репетиторы есть. В этом году в школе, в которой у нас учатся дети, 7 круглых отличника. Из медресе глава региона направился в село Терезе, где первым делом посетил памятник защитникам Отечества, установленный там в 2015 году. Рашид Темрезов возложил цветы и внимательно осмотрел сам монумент, который, несомненно, является вечным напоминанием о ратном подвиге наших земляков. Далее главу региона ждали в местном доме культуры. Строительство этого объекта началось в прошлом году, и вот, наконец, он принимает первых посетителей. Об этом событии местные жители мечтали три десятка лет. Уроженцами села Терезе являются многие известные и уважаемые люди, которых мы с вами сейчас могли посмотреть при входе в музей. Среди которых, конечно же, герой России Харун Адемеевич Чучуев. Из ратных и трудовых подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, дружников тыла, аграриев, работников социальной сферы, десятилетиями формировалась история села. И в том числе после депортации, когда вернулся наш народ, мы очень много и терезинцы внесли вклад в развитие не только своего родного села, но и района, и республики в целом. В числе знаменитых земляков есть деятели культуры и искусства, поэты и писателей. И это несмотря на то, что в селе более 30 лет не было своего клуба. За это время целое поколение выросло, не имея возможности развиваться в стенах очага культуры. А вот теперь в центре села красуется новое здание площадью более 600 квадратных метров. Внутри зрительный зал на 300 мест с современным световым и звуковым оборудованием, помещение для занятий спортом и хореографией. Сюда же в ближайшее время переедет сельская библиотека. Также новый ДК отлично приспособлен для маломобильных групп населения. Адемий Капышев, старожил и старейшина ТРЗ, уверен, что Дом культуры даст новый толчок к развитию села. Очень важно, очень важно. И очень мы давно ждали этого. Очень давно. Приезжают артисты, гостей и негде. Было очень трудно. А сейчас смотри, здесь люди должны объединяться, любить друг друга, уважать друг друга. Со сцены нового ДК в ТРЗ Рашид Тимрезов сообщил, что в следующем году начнется реконструкция районного дома культуры в селе Учкикен. Но на этом позитивные преобразования в Малокорчевском районе не заканчиваются. Сегодня определились с главой района Рамазан Пахатовичем, чтобы мы в этом году и в следующем году завершили работы по водоснабжению села ТРЗ, для того, чтобы обеспечить качественной питьевой водой всех жителей без исключения. Завершилось торжественное мероприятие красочным концертом, который подготовили к этому дню лучшие творческие коллективы района. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24. Совсем недавно в Черкесске завершился главный общереспубликанский ифтар. Глава республики Рашид Тимрезов пригласил на него всех желающих. Также на Большой ифтар были приглашены постящиеся верующие со всех районов и городов республики и малоимущие семьи. Кроме того, по решению Рашида Тимрезова к празднику Роза Байрам, малоимущим семьям Карачао-Черкесии будут переданы продуктовые наборы. А накануне вся страна и наша республика вместе с ней отмечали День России. По традиции праздник начался с награждения наиболее отличившихся жителей Карачао-Черкесии. Государственные и региональные награды не получили из рук Рашида Тимрезова. В этом зале собрались люди разных профессий и разных возрастов. Каждый из них состоялся в своей сфере, а все вместе своим трудом, талантом и усердием они заслужили много добрых слов и высоких наград. Обращаясь к ним, Рашида Тимрезова отметил, что к утверждению своей державности Россия шла нелегким путем, и нынешний праздник – это День мира и согласия на основе законности и справедливости. Мы все гордимся своей страной и любим ее. А наша страна гордится каждым своим гражданином, каждым из вас, кто находится в этом зале. Людьми, которые своим честным и добросовестным трудом каждый день укрепляют величие и мощь нашей страны, помогают социально-экономическому развитию нашей родной Карачаево-Черкесской республики. Затем началась церемония вручения госнаград. Указом президента Владимира Путина почетного звания «Заслуженный врач России» удостоена Лариса Алистратенко из Прикубанской ЦРБ. Сразу приехала после окончания института и вот с тех пор работаю в Прикубанке. Награду получить, конечно, приятно, но это, конечно, еще ко многому обязывает. Для меня медицина – все. Это мое призвание. Адахир Хужев удостоился благодарности президента за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. За 55 лет 12 должностей я сменил. Это по направлению партийных советских советских работников. И не было случаев, чтобы где-то с опущен в голове ушел. Когда говорят о тебе, о твоем коллективе, о твоем народе – это великая гордость. Это почему? Можно прожить жизнь бесцельно, а можно и оставить добрый свет. Еще один награжденный – Каншау Арашуков. Человек уникальный. 70 лет трудового стажа. Медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Два ордена знака почета. Орден трудового красного знамени. А сегодня из рук Рашида Тимрезова он получил высшую награду республики – орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Разрешите вас всех, жители Карачаева-Черкесии, всей нашей необъятной России, поздравить Днем России, пожелать каждому здоровья, благополучия, счастья, успехов в работе. Вышую награду республики была удостоена и заслужена журналист Карачаева-Черкесии Светлана Шендрик. Именно она 25 лет назад стояла у истоков создания в регионе государственного телевидения. Приятно себя осознавать уголком России и приятно работать, видя, что многое изменяется в нашей жизни. Поэтому всем здоровья, всем хороших замыслов, всем успехов. Пусть наша республика развивается и хорошо. Позитивные изменения в стране отметил Исмаил Катаганов, председатель Ногайской общественной организации «Берлик». Удостоены звания заслуженный работник муниципальной службы Карачаева-Черкесской республики. Это праздник единства народов. И благодаря руководству республики, благодаря руководству страны мы сегодня действительно живем в дружбе, в мире, в согласии. Благодаря Новой России мы сегодня можем ходить в церкви, можем ходить в мечети, можем ходить в синагоги. И при этом ни одна вера ни к тем не возбраняется. У нас все прекрасно. Я думаю, что в нашей России есть огромное будущее. Азия Баташева – отныне заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. Любовь к своему предмету и своим ученикам – вот что дает ей стимул трудиться в школе уже без малого полвека. Из первого дня своей работы я свою работу очень любила. Мне было приятно объяснять детям, видеть их живые глаза. Я с радостью бежала в школу. И с радостью работаю и сейчас. Всего государственные награды в День России получили 28 человек. Врачи и учителя, юристы и журналисты, фермеры и строители, работники культуры и госслужбы. Все они внесли огромный вклад в развитие Карачаева-Черкесии. А еще в этот праздничный день глава Карачаева-Черкесии провел урок российской государственности и экскурсию по Дому правительства для школьников, которые вот-вот получат свои первые паспорта. Татавик Жалвян присоединилась к этой экскурсии. Экскурсия, которую Рашид Тимрезов проводит для школьников по Дому правительства, начинается с фотографий тех, кто в разные годы возглавлял нашу республику. Тут с каждым именем связан свой период жизни Карачаева-Черкесии. Затем все отправляются в большой зал, туда, где по традиции проходят самые значимые совещания, сессии парламента и торжественные мероприятия. Ребята из разных уголков республики с интересом занимают депутатские кресла. Каждому из них только-только исполнилось 14 лет, и все они вот-вот получат паспорта граждан России. Памятный день, конечно, будет, потому что сам глава республики будет вручать мне его. Это документ, который отвечает за все обо мне. Я готовился к этому дню, пошел в магазин и купил обложку. Она желтая с надписью «Царь России». Стать гражданином своей страны в День России – что может быть символичнее? А пока глава республики проводит для ребят урок в государственности. Юные граждане России оказались весьма любознательны и засыпали Рашида Тимрезова вопросами. Кем он мечтал стать в их возрасте, какие книги читал. Затрагивали и серьезные, что называются, взрослые темы. Поддержка в республике спорта и одаренных детей, профориентацию среди молодежи. Глава региона отвечал откровенно. Ребята остались под впечатлением от этой беседы и пообещали главе оправдать надежды, которые он и вся республика на них возлагает. Эту дату запомню, наверное, навсегда. И то, что в эту дату я получила свой первый паспорт. Мы узнали много нового о нашем президенте. Нам очень понравилась экскурсия по зданию правительства. Было очень интересно. Новый документ, новый этап в жизни, новые права и обязанности. Вся эта ответственность заложится с этого дня на плечи юных российских граждан. Пожалуй, этот день они запомнят надолго. В этом документе записаны все мои данные. И этот документ я буду беречь. И навсегда запомню этот день получением паспорта. Это Игджалавян, Мурат Кемрюгов и Руслан Кумуков, Архиз, 24. Ну а самым массовым праздничным мероприятием в этот день стал парад дружбы народов России. Более двух с половиной тысяч человек прошло единой колонной по центру Черкеска с российским триколором в руках. Парад дружбы народов России – один из самых красивых и значимых примет нынешнего праздника. Это шествие нагляда демонстрирует единство народа и гармонию межнациональных отношений в нашей стране. В едином строю идут представители всех районов Карачаева и Черкесии, национальных общественных организаций и творческих коллективов, преподаватели, школьники и студенты. Все желающие могли встать в эту колонну, чтобы пройти от центральной площади Черкеска до парка «Зеленый остров». Россия – это наша родина, это наша держава, это наша история. Россия – это наша гордость. Как в том стихотворении говорится, поля бескрайние, как море, и горы в шапках снеговых, разливы рек в лесном просторе, листва березок молодых. Здесь людям радостно живется, здесь славен мирный труд людей. Все это родиной зовется, великой родиной моей. Сегодня столько народу, флагов, музыки, настроение во всех изумительное. Всем очень нравится, мы очень рады, что вообще участвуем в этом празднике. С праздником добра, счастья, мира и благополучия нашей России и нашей дорогой республики. А уже на «Зеленом острове» в Сергохсеев встречали интерактивные зоны. Волонтеры раздавали им листовки с гимном, прикалывали ленточки цветов российского флага и дарили шары. Детям наносили на лицо аквагрим в виде государственного символа и раздавали цветные мелки для рисунков на тему праздника. Сегодня проходит праздник 12 июня, День России. Я желаю, чтобы наша страна процветала, у всех все получалось. Растут маленькие таланты, чтобы Россия процветала с помощью них. Я люблю свою страну! Я люблю Россию! Множество детей столпились у столиков с аквагримом. На «Зеленом острове» таких площадок было сразу три. Бабочки, футбольные мячи и, конечно же, российский триколор на щечках детей. Именно последняя пользовалась у детворы наибольшей популярностью. Я горжусь своей страной. Я горжусь тем, что я в ней живу и родилась в ней. Наша страна – большая величество. Она красивая и дружелюбная. Мне нарисовали флаг. Ринат Ибрагимов, Роман Баюра, Архиз, 24. А уже после парада «Дружбы народа» в амфитеатре на «Зеленом острове» началась концертная программа, посвященная Дню России. Но перед этим глава региона Рашид Темреза вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Официальное мероприятие в амфитеатре открылось гимном России, который исполнили более тысячи участников торжества. Ведущие зачитали поздравительную телеграмму в адрес главы Карачаева Черкесии и всех жителей республики от президента Владимира Путина. Затем сам Рашид Темрезов поздравил всех собравшихся, пожелав им добра, мира и благополучия. Желаю, чтобы великая, могущественная страна сохраняла и приумножала свою силу, чтобы народ в России всегда оставался единым и непобедимым, чтобы дух страны был самым крепким и несловным. Желаю всем просветания, благополучия, достатка, взаимопонимания и крепкого здоровья. Затем руководитель региона поздравил ребят, которые в этот день получили свои первые паспорта. Рашид Темрезов подчеркнул, что этот документ представляет собой большую ценность, которую нужно хранить и уважать. Это самые красивые и лучшие дети. Это наше будущее, будущее нашей великой страны. Я хочу ему пожелать успехов. Данил Галеонцев стал сегодня одним из обладателей нового паспорта гражданина Российской Федерации. Он пришел на Зеленый остров со своей семьей, которая поддерживала его и радовалась этому событию вместе с ним. Этот документ представляет то, что я гражданин России. Он наш внук. Мы гордимся им. Такой знаменательный день, как бы не каждый день выпадает. Еще тем более баванам вручал. Так что мы очень довольны. За торжественной частью началась концертная программа от лучших артистов республики. Повсюду в этот день царила атмосфера праздника и радости. Все поздравляли друг друга с днем своей великой страны. Я бы хотела пожелать процветания в первую очередь, благополучия и мирного неба над головой. Я всем хочу пожелать мира, счастья, чтобы никогда и никогда не было войны. Процветания, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы дети наши были здоровы. А по завершении концерта праздник продолжился народными гуляниями в парке «Зеленый остров». В День России принято поздравлять молодых мам, чьи дети появились в этот день на свет. На этот раз счастливых родителей обрадовали еще и ценными подарками от главы Карачао-Черкесии. Подробности в следующем сюжете. Самые маленькие жители России. За ними будущее нашей республики, а то и всей страны. На них возлагают свои надежды счастливые родители. Отныне, 12 июня, этих малышей будут поздравлять с двойным праздником. Сегодня у меня родилась прекрасная доченька. Я очень счастлива, что еще плюс в такой день хочу поздравить всех жителей с этим праздником. В первую очередь это, конечно, здоровье, чтобы доченька моя окрепла, чтобы радовала всех окружающих, чтобы приносила счастье в эту страну. В этот день молодым родителям желали, чтобы их малыши выросли здоровыми, счастливыми и, конечно, настоящими патриотами России. Кроме того, счастливым мамочкам вместе со свидетельствами о рождении вручили письма в будущее строгательным посланием от главы республики. Искренне верю, что ваше поколение сделает для своей республики Карачаево-Черкесии прекрасного уголка Великой России очень много. Вы покорите самые высокие вершины, решите самые сложные задачи, построите самые красивые здания и создадите неповторимые произведения искусства. Поэтому именно вы – будущее нашей республики и нашей большой красивой родины – России. Ровно три года назад этот день стал самым волнительным в жизни и для Розанны Кипкеевой. 12 июня 2015 года она принимала поздравления и с появлением дочери, и с Днём России. Поэтому сегодня для неё так важно разделить этот радостный день с новыми виновницами торжества. Нас точно так же поздравляли с рождением вот этой девочки. Это уже прошло три года. Я желаю всем родившимся и тем, кто родится, я желаю самое главное в нашей России надёжности, спокойствия и здоровья. Но на поздравлениях приятные сюрпризы не закончились. Всех родителей новорожденных порадовали ценными подарками от главы республики Рашида Тимрезова. А ещё в День России несколько десятков школьников Черкеска вступили в ряды юноармейцев. Происходило это в парке «Зелёный остров», где параллельно развернулась выставка-ярмарка предприятий нашей республики. Екатерина Иванова с подробностями. Самира и Агира пришли на «Зелёный остров» не только ради веселья. День России для них особенный праздник, ведь сегодня они вступают в ряды юноармейцев. Их отряд – настоящий женский батальон, ведь в 13-й школе форму примерили одни девочки. И теперь подружки будут гордо рассказывать сверстницам, как в День России доказали свою любовь к родине. Мы живём в России, нам это очень нравится. И насмотря на то, что здесь очень много национальностей разных, мы всё равно, если даже кто младше, кто старше, мы дружим, поддерживаем нашу страну и всегда участвуем во всех праздниках. И вот он, торжественный и такой волнительный момент. Десятки юных патриотов присягают на верность отчизне. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! После торжественной клятвы теперь уже настоящих юноармейцев поздравил спикер парламента Горочаева-Черкесии Александр Иванов. Вы активные, молодые, целеустремлённые, любящие нашу страну ребята. И я уверен, своими достижениями в учёбе, спорте, именно вы сможете своими славными делами и победами прославить нашу Карачаево-Черкесию и Россию в целом. Вместе с председателем Народного собрания, руководством региона и республиканской столицы юноармейцы возложили цветы к памятнику солдату-освободителю. Кстати, поздравить ребят с новым статусом в этот день пришли и их старшие товарищи, члены штаба Центра военно-патриотического воспитания молодёжи. Быть юной армией – это воспитывает дисциплину, самосдержанность, воспитывает также умственные навыки. То есть ты изучаешь что-то новое, ты изучаешь историю, ты познаёшь что-то новое, ты опять же усовершенствуешь себя и свои навыки. Эти ребята – доказательство связи поколений, того, что Россия сильна, пока каждый из нас гордится званием патриота. Но не только полная патриотизма молодёжью славится наша земля. В Карачаево-Черкесии немало ремесленников и рукодельниц, зачастую совсем юных. На выставке народного творчества можно было увидеть настоящие инсталляции, сделанные руками школьников. Они изобразили миниатюру станицы Зеленчук, так вот назвали. Здесь у нас, видите, и речка, и мельница, и церковь, и даже баня есть. Работали, конечно, они месяца полтора, и эта работа занимала первые места. А неподалёку раскинулась выставка-ярмарка промышленной и продовольственной продукции региона. Тут всё, чем гордится республика – овощи, вода, хлебобулочные и швейные изделия, молочная и мясная продукция. Особенностью нашей продукции является то, что она вырабатывается из своего сырья, свой убойный цех. Вся продукция готовится не из импортного сырья, не из блочного мяса, именно вот из отечественного сырья, со своего убоя. Организаторами ярмарки, на которой представлены самые известные бренды Карачаева-Черкесии, выступили Минпромторг и Минсельхоз Республики. Но самое главное, чем может гордиться наш регион, да и вся страна – это народ, который любит свою родину и работает ради её процветания. Екатерина Иванова, Станислав Сушков, Архиз, 24. Народные гуляния на Зелёном острове продолжались до самой ночи и завершились грандиозным фейерверком. Танцы и песни от артистов в госфилармонии, шутки от лучших команд КВН. Обо всём по порядку расскажет Ислам Джукаев. Вечерняя молодёжная программа на Зелёном острове, вопреки названию, собрала зрителей всех возрастов. Ведь открывать праздничный концерт должны были местные КВНщики, выступления которых никто не хотел пропустить. Первой шла молодая команда с бухты-барахты, и ребята постарались на славу. Высмеивали местные стереотипы, с иронией подходили к политике, словом не давали зрителям заскучать. Программу концерта продолжили артисты государственной филармонии. Зажигательная лесгинка, любимые хиты, которым зрители охотно подпевали и потанцовывали. Туристы из Волгограда этими кавказскими мотивами были просто очарованы. Мы прямо, можно сказать, в шоке от того, какие все молодцы, особенно танцы. Если честно, я хочу остаться здесь жить навсегда. И, конечно, не обошлось в праздничный день без многочисленных поздравлений. Хочу поздравить всю страну с Днём России, пожелать процветания, дальнейших побед, побольше побед. Всем процветания, жителям здоровья. Ну а кульминацией вечера стал праздничный салют, которого ждали с нетерпением все жители Карачаева-Черкесии. С Днём России! Ислам Джукаев, Радамир Князев, Архыз-24. 4 тысячи шагов, более тысячи участников и 300 тысяч рублей на лечение больных детей. Таковы вкратце итоги благотворительного марафона «Бег ради жизни», который прошел накануне в Черкесске. За три последних года этот проект вышел за рамки нашей республики и уже проводится и в соседних регионах СКФО. Как, пробежав пару километров, открыть для себя благотворительность, расскажет Татевик Жиловян. Эта акция специально придумана для этих детей. Мне жалко их, и я хочу поддержать эту акцию. Мне самому хочется побегать, жизнь, здоровье поддержать. В свой день рождения Рустам Хубеев, как и сотни других неравнодушных жителей Черкесска, вышел на старт благотворительного марафона. Гости, жители города, волонтеры и молодежь, актеры и спортсмены, сотрудники министерств и ведомств. Далеко не каждый из них профессиональный марафонец. До этого и не требуется. Неравнодушие к чужой беде – вот что объединило их всех в этот день. Мы поддерживаем вообще все любые начинания, акции, которые направлены на благотворительность. Тем более такие, где деньги направляются на помощь детям с онкозаболеваниями и орфанными. Мы пришли как болельщики поболеть за всех, так как у нас в семье особенный ребенок. Вот пришли всех поддержать. Акция очень понравилась, что мы решили с нашим четвероногим другом прийти к вам, Альф. Знакомьтесь. Тоже будет бегать с нами. Начальный взнос за участие благотворительного марафона – 150 рублей. По сути, цена чашки кофе. Впрочем, подумали здесь и о тех, кто готов поддержать акцию рублем, а вот бежать в силу или возраста, или здоровья не сможет. Для них – ящик до сбора пожертвований. Кстати, эта акция проводится уже третий год подряд. Год от года растет количество ее участников, расширяется география. В этом году «Бег ради жизни» поддержали не только глава Карачаева Черкесии, но и аппарат полпресса президента России ВСКФО. То есть, такие же забеги прошли одновременно и в столицах других кавказских республик. Традиционно все средства, собранные на марафоне, передаются в семьи, где дети болеют раком. В таких ситуациях финансовая поддержка лишней не бывает. Сейчас вот у нас тоже ребенок в Москву уехал, случился рецидив. Была очень тяжелая ситуация. То есть, чтобы все люди понимали, насколько это все серьезно. Чтобы ребенка спасти, потребовалось 53 миллиона рублей. В планах у организаторов превратить свою акцию в большой благотворительный фестиваль. И начало этому уже положено. В этом году марафон поддержали неоднократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Пересвет и чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов. Они провели для марафонцев небольшое силовое шоу и мастер-класс. И вот, зарядившись самым, что ни на есть боевым настроем, участники марафона выходят на старт. Марафонцы пробежали дистанцию в два километра по главной магистрали Черкеска, улице Ленина. Ни одной машины в эти минуты там не было. Только бегущие люди с радостью на лицах. Около двух километров, почти 4000 шагов, эта небольшая дистанция дала возможность тем, кто в прошлом был далек от благотворительности, внести свой вклад в общее дело. Я давно так не бегала, я настраивалась. Но сегодняшний день дал мне толчок к тому, чтобы действительно всерьез заняться бегом. И, конечно же, самое главное, стимул – это наши дети. Вообще все, особенно как трюки показывали, и с ножами. И гости, которые к нам приехали, были очень хорошие, подготовка у них хорошая, физически подготовлена. В общем, все нам очень сильно понравилось. Полезно для здоровья. Все очень было замечательно, устроено. Все понравилось. Как сообщают организаторы, в этом году в марафоне приняло участие более тысячи человек. Собрать удалось около 300 тысяч рублей. Все средства, как и в прошлом году, будут распределены между семьями, остро нуждающимися в финансовой поддержке для лечения детей. А 12 июня на нашем телеканале с успехом прошла премьера необычного выпуска, любимой многими зрителями программы «Поехали». На этот раз все мощная группа совершила захватывающее путешествие через всю республику с неожиданным гидом, главой нашего региона. Рашид Имрезов не только показал красоты нашего края, но и ответил на самые неожиданные вопросы. Посмотреть программу целиком можно на нашем сайте и YouTube-канале «Архыз-24». Каждый видит этот мир по-своему. И в этот раз съемочная группа телепроекта «Поехали» решила взглянуть на Карачаева-Черкесию глазами неожиданного гида. Проводником по одному из туристических маршрутов республики стал сам глава региона. Рашид Имрезов не просто отправился в дальнее путешествие, уложив в насыщенный график не только отдых, но и ряд рабочих встреч. В интервью за рулем он откровенно рассказал о себе и поделился воспоминаниями. Вас дружный класс был? Класс дружный. К сожалению, сейчас редко мне приходится встречаться, общаться со своими одноклассниками. Но когда видимся, то, конечно, есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Во время поездки через весь регион беседа касалась самых разных тем, как философских вопросов, как, например, какой период в мировой истории наиболее интересен, так и вполне насущных. Рашид Имрезов поделился своим взглядом на дальнейшее развитие Карачаева-Черкесии и рассказал о наиболее перспективных проектах. Я слышала об идее создания Алана Христианского центра на базе Нижнеоргийских храмов. Что это за проект? Храмовый комплекс является государственной собственностью Карачаева-Черкесской республики. Таковым он и остается. Статус создания нового учреждения сделан для того, чтобы вдохнуть все-таки в такую новую жизнь, упорядочить поток туристов, чтобы люди, приезжающие из других субъектов Российской Федерации, наши жители могли приезжать и в нормальных условиях знакомиться с этими древними достопримечательностями. Как это обычно бывает на телевидении, были моменты, которые остались за кадром. Съемочная группа признается, что не обошлось и без небольших происшествий. Даже в один момент у нас отвалился крепление для камеры на машину. Глава, кстати, первого, кто заметил это. И вовремя как бы остановился и предупредил всех. Нам приходилось много бегать, было очень много локаций, очень много оборудования. И приходилось следить сразу за несколькими вещами одновременно. Но в целом получилось довольно увлекательно и интересно. Конечной точкой выбранного главой республики маршрута стал Учкулан. Место, где берет свое начало Кубань и территория, откуда ведется история карачаевского народа. Вместе со съемочной группой Рашид Темрезов побывал и в музее защитников перевалов Кавказа, и у мемориала жертвам репрессий карачаевского народа. Прогулялся по Карачаевску, пообщался с жителями аула Каменомоски и показал ведущий проект наиболее живописные места Учкуланского ущелья. Путешествия, да и сама беседа получились крайне насыщенными. Для Рашида Борисповича это было первое такое, что называется, неформатное интервью для республиканских телеканалов. К тому же оно было довольно долгим. То есть это все-таки не студийный формат, поэтому, естественно, было немножечко непросто в начале. Ближе уже ко второй половине съемки мы разговаривали, и разговор дальше уже протекал довольно интересно. Кстати, он пообещал нам принять участие во второй такой программе. Я надеюсь, что маршрут у нас будет интересный. Мы выберем его вместе и отправимся уже совершенно в другую часть республики. Самому Рашиду Темрезову новый формат интервью понравился. Он написал о вышедшей в эфир программе на своей официальной странице в Инстаграм. И передал эстафету путешествия с ведущей проекта поехали своему коллеге Владимиру Владимирову, губернатору Ставропольского края. А значит, уже в скором времени наши коллеги отправятся за новыми впечатлениями уже в сторону Кавказских минеральных вод. Екатерина Иванова, Архиз-24 Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале Архиз-24. Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин